Скажите, ваши сердца готовы принимать? Дух бодрствует? Аминь. Сегодня у нас очередной дебют. Сегодня снова у нас в первый раз в жизни проповедует студентка Московской Духовной Академии. Видите, сколько у нас плодов, да? У нас каждую неделю проповедует новый проповедник. Всяка садится имя, но в проповедник. Давайте мы поприветствуем. Я приглашаю сюда Александру Коновалову. Александра Коновалова. Всех приветствую. Давайте с молитвы начнем. Слава Тебе, Господь. Отдаем в Твои руки, Господь, это время. Дух Святой, говори через меня, чтобы не было ничего от меня, но только от Тебя. Благослови сердца слушающих, Господь. Все отдаем в Твои руки. Веди это время. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, как вы думаете, какая тема проповеди у лидера молитвенной группы? Как мыслите на лидера молитвенной группы, куя можда и тема-то днес? Ой, как быстро угадали. Да, тема проповеди — сила молитвы. Сила на молитву-то. И сразу начнем с места из Библии. Матфея, шестая глава, пятый и седьмой стих. Что за Польшим? Библия — это Матфей, шестая глава, от пяти до седьмой стих. Перевод на проекторе, да? Да. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Аминь. И первое, да, что сразу бросается в глаза, написано, когда молишься, а не если будешь молиться. А не если будешь молиться. Да, то есть Иисус, Он ожидает, что мы будем молиться. Ну и второе, да, здесь вот в седьмом стихе, что сила молитвы не в многословии. Что такое многословие? Какое многословие? В моем понимании, это когда мы говорим одно и то же разными словами, и так, и так, и так. Так, то есть смысл один, а слова мы много-много раз разные подбираем. И спорта, это означает, что когда мы говорим одно и слышим, бачи с различными думами. И мы это делаем, чтобы красиво звучало. И тогда мы говорим, чтобы звучать красиво. И, возможно, думаем, что чем красивее, чем больше мы скажем, точно Бог услышит тогда. И, возможно, можем думать, что если человеку красиво скажем, но на самом деле Бог слышит все, все наши молитвы, всегда. И можно сказать коротко, просто, и Он услышит. Поэтому, когда мы идем молиться, ну, за минут 20-30, в принципе, можно уже сказать все, что хотел, да? Сказать все, что есть в уме сейчас. Все, что есть на сердце. Ну, достаточно ли 30 минут общения с Богом? Как вам? Достаточно? Ну, лично мне это очень мало. Я хочу больше времени проводить с Господом, общаться с Ним. И поэтому я, когда скажу все, что у меня есть на сердце, я перехожу на молитву Духом. Вслед этого применаем на молитву-то в Духу. Что такое молитва Духом? Какое молитву-то в Духу? Для тех, кто не знает. Сетези какую-то не знает. Я думаю, очень многие знают, но вдруг... Ну, Зина-то знает, но случайно не знает им. Да. Мы верим в Бога, который так сильно нас любит, что послал своего сына. Его единственный сын умер на кресте. Он был распят. И на третий день он воскрес. И это все ради нас, да, чтобы мы были прощены. Да, всичко заради нас не добудем прощения. Чтобы омыть наши грехи. Да, умея наши грехове. И чтобы мы могли приходить к Богу в святая святых в любой момент. Да, идем при Бог в пресвятое место по всякое время. Когда Иисус воскрес, Он какое-то время еще был с учениками. И потом пошел на небеса к Отцу. Но когда Он уходил, Он сказал Деяние 1 глава 4-5 стих. И собрав их, Он повелел им. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. То есть Иисус обещал, что крестит нас Святым Духом. Иисус вобещал, что не крестится Святая Дух. И чуть дальше Деяние 1 глава 8 стих. Деяние 1 глава 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». То есть Иисус обещал, что Он уйдет к Отцу, но Иисус обещал, что но Он не оставит нас одних. И крестит нас Духом Святым. То есть даст нам силу. Мы не сироты. Нам не нужно пытаться самим что-то исполнить. Если мы принимаем Святого Духа, мы принимаем силу. И Господь уже Сам через нас действует. Духово Господь Вече Сам через нас действует. Ну и что было потом? Деяние 2 глава с 1 по 18 стих. Деяние 2 глава от 1 до 18 стих. Много, но очень интересно, слушайте. Много, но интересно. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждой собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и Медяне, и Эламиты, и жители Месопотами, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринея, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Аминь. То, что Господь обещал, оно произошло. Они были крещены Святым Духом. И знамением этого крещения, как бы подтверждением, что они крестились, было то, что они заговорили на иных языках. И тут прям перечислено, сколько народов было в том месте. И все слышали свой язык, свое наречие. И удивлялись, потому что проповедующие-то, галилеяне, откуда они знают и те, и те, и те языки. И вот таких случаев, когда Дух Святой давал язык реальный, который есть на этой земле. И в таких случаях, Бог давал на человека истинский язык. Да, было два раза. В Библии указано два раза об этом. Остальные все места в Библии, они о том, что говорили на ином языке, который не понимает никто из людей. И часто возникают у людей вопросы. Когда заходит речь о говорении на иных языках, есть много разных версий, мнений, да. И много различных версий и суждений. Парочку рассмотрим с вами сейчас. Да, например, это не от Бога. Не знаю, слышали вы или нет. Говорят, что вы что-то от себя что-то там бормочите, что-то придумываете. Да, я это слышала, такую версию. Что, где гарантия, что это Бог делает? Мне кажется, вы сами там что-то придумали. На моей сестру вы сами с тобой измыслили. И я хочу вам показать, что об этом, что доказали ученые. Коротенький ролик об этом. В газете Нью-Йорк Таймс вышла статья об иных языках. Что там было сказано? Американцы продолжили исследования, которые начали в Великобритании. Они взяли под наблюдение одну тысячу евангельских христиан. Исследования показали, что те, кто систематически молится на иных языках, имеют меньше психических расстройств, чем те, кто этого не делают. Нью-Йорк Таймс сообщила об этих исследованиях и заявила, что говорение на иных языках имеет смысл, имеет невероятное преимущество. А как насчет исследований Университета Пенсильвании, отделение нейробиологии в Университете Пенсильвании во главе с Эндрю Нюбергом провело феноменальное исследование. Они решили проанализировать мозг людей, которые молятся на иных языках. Они хотели понять, что в это время происходит с мозгом. И они пришли к выводу, что лобная доля, отвечающая за речь, зажигалась, когда люди молились на своем родном языке. Лобная доля была активной. В ней наблюдалась высокая активность. Но когда люди переходили на иные языки, вся активность в лобной доле переходила в так называемый спящий режим. Люди отключались, переходили в трансцендентное состояние. Это точно доказывает, что языки идут не из мозга. Это подтверждает то, что сказал Павел в первом послании к Оринфинам. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. К этому же выводу пришел университет, возглавляемый человеком, у которого научная степень по ядерной медицине и ядерной кардиологии. То есть это не какие-то дешевые исследования, а исследования университета Пенсильвании. Лобная доля мозга неактивна во время молитвы на иных языках. Вы рассказывали мне о каком-то докторе, который, кажется, проводил исследование о влиянии иных языков на иммунную систему наших человеческих тел. Поведайте. Это восхитительное исследование. Карл Питерсон из университета Орла Робертса провел изучение последствий молитвы на иных языках. И он пришел к выводу, если вы молитесь на языках систематически, речь идет о продолжительных отрезках времени говорения на иных языках, а не об одном двух предложениях пару раз в неделю. молитвы на языках продолжительное время. Иммунитет такого человека улучшается на 35-40%. То есть иммунная система начинает работать на 40% лучше. А почему? Потому что молитва на языках влияет на ту часть мозга, которая отвечает за иммунную систему, а именно на гипоталамус. Они провели исследование и заметили, что эта часть мозга функционирует на высоком уровне, когда мы молимся на языках. И это сверхъестественно усиливает иммунитет нашего тела, напомню, на 35-40%. А влияет ли такая молитва еще на что-то, кроме иммунитета? Думаю, что ее эффект куда больше, чем просто иммунитет. Да, я согласен. Аминь. Я когда узнала эту информацию, очень вдохновилась. Потому что люди не верят, придумывают какие-то отговорки. А ученые исследовали мозг и доказали, что лобная доля, когда мы говорим активно, а когда мы говорим на языках, она отключается. А когда говорим на други языки, то же дело се исключило. Я повторила для перевода. Да, слава Богу. Слава Богу. Я вообще биолог по образованию, поэтому мне было это очень интересно узнать. Аз съм биолог по образованию, беше много ми интересно да научат вам. Да, ну и иммунитет еще улучшается, да? И иммунитета се засилва. Господь все для нас предусмотрел. Господь всичку предвидел за нас. Да, и еще одно такое возражение, которое иногда слышу. Может, одно возражение? Что это не от Бога, это от дьявола. Това не от Бога, а от дьявола. Такие тоже истории есть. Имма такива истории сошту. И как бы два таких пункта, почему это не от дьявола, от Бога. Что вы кажете две точки, за что не от дьявола? Во-первых, давайте прочитаем Луки 11.11. Что прочитаем Лука 11.11. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст Духа Святого просящим у него? То есть мы, будучи злы, мы не подадим ребенку камень своему. Но Господь, который есть любовь, тем более если мы просим у него Святого Духа, он не может в этот момент дать место дьяволу и сказать ну давай иди ты там действуй. Поэтому это вопрос доверия нашему небесному Отцу. я верю, что если я прошу, то Отец мне даст. Ну и второй момент, что это точно от Бога, а не от дьявола, это плоды, результаты вот этой молитвы. Видели ли вы людей, которые крещены Святым Духом, которые молятся, и что жизни их изменились? Кто видел? Лично моя жизнь изменилась точно в лучшую сторону. А у дьявола нет ничего доброго, поэтому молитва с Духом это когда Дух Божий сам молится через нас. Молитва с Духа, когда самия Божия Дух молит через нас. И наш человеческий разум ограничен. И мы возможно не всегда знаем за что надо молиться. Но Господь Он всемогущий, Он безграничен. И когда мы позволяем Ему молиться через нас, тогда нет ограничений. И сколько таких примеров. И сколько им таких примеров. Я очень много их слышала. Я люблю эту тему. Аз обичам тази тема. Когда люди просто Господь их побуждал ночью, они просыпаются. когато хората през ночи се освобождат и усещат, че трябва да се молят. Да, они просыпаются ночью и понимают, что их Господь побуждает молиться. И те усещат, че Господь ги каже те да се молят. И они не могут лечь спать. Они не могут заспят. И они начинают молиться, но не знают, за что нужна молиться. Тогда молиться. Даже усталость особо не приходит так, если молиться. Потому что ум не работает в этот момент. И потом приходит такой мир. Они ложатся спать. И потом оказывается, что в этот самый момент с кем-то из их родственников что-то произошло. И произошло какое-то чудесное спасение какое-то в этот момент. Или там было крушение самолета. И муж выжил, потому что жена молилась всю ночь. Хотя жена не знала, что с ним. Даже у меня есть такой случай. Моя знакомая, которая через меня веровала, которой я свидетельствовала о Боге, она приняла. И она тоже крестилась Святым Духом. И она ехала просто в машине. И сильно захотелось молиться на языках. И она всю дорогу молилась без перерыва. И потом она приехала на место, ей звонок. Оказывается, ее младший сын, в этот момент на него напала очень большая собака. Оказалось, что в тот момент на маленький сын беше нападен от голяма куча. И она прокосила куртку, схватила его за руку. Това куча е хванала за ръката, тя е охлопала якото му. И вдруг, что-то там собаку отвлекло на секунду. И изводнъж на една секунда това куча се разеяло. Ну вдруг е в кавычках, да? Изводнъж в кавычках. Потому что это явно господь. Да, явно господь подействовал. Собака отвлеклась, и сын ее успел заскочить там на какую-то возвышенность. И когда приехала милиция, полиция, они сказали, как ты остался жив? Потому что это не собака, это какой-то медведь огромный. что до не было куча мечков сейдно. И вот так господь спас сына просто через уста матери, побудив ее молиться. господь спасил сына через уста цена май кому? Ну и что далеко ходить? Наш пастор Геннадий поехал в Турцию, и у него приступ случился, и стала отниматься речь. Это прединсультное состояние. прединсультное состояние. И что делать? Они в Турции, в отеле, и он стал молиться на языках. Потому что ему очень тяжело было говорить, у него отнималась речь, и он с трудом начинает молиться на языках, и у него начинает все проходить. То есть он не может говорить, но молитва на языках просто сверхъестественно изменила ситуацию. Так что это та молитва, которая имеет огромную силу. И хочу вам рассказать одну историю. Это реальное свидетельство реального человека. свидетельство на один человек. Его зовут Тимур. Когда ему было 10 лет, он играл на улице, и к нему подошла женщина, и стала расспрашивать. Откуда, кто ты, где твои родители. И потом говорит, а хочешь я тебя сейчас отвезу в одно место, там будет намного интереснее, чем что ты тут здесь один, тебе же скучно. Там будет весело, поехали. И он согласился. Она посадила его в машину, одела какой-то мешок на голову, и конечно он начал плакать, паниковать. твой запрещал плач 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 тази жена ему казала, а если не успокоишь что тебя убиешь, тебя убият твои роднини. он замолчал от страха и они привезли его на кладбище. И спустились в подземный склеп. И там были люди, которые поклоняются сатане. И они заставили его пообещать сатане служить. Он думал я сейчас их обману скажу что да-да-да. Мы понимаем что это невозможно было сделать. И когда он вернулся домой он лег спать и вдруг он стал падать по огненному коридору очень долго он падал и оказался в преисподнем. ну и дьявол ему сказал что если ты будешь мне служить то я тебя воскрешу и верну туда домой. И вот так они заключили сделку и он с 10 лет стал служить сатане. Просто мурашки по коже от этой истории но это реальная история. И после этого в его сердце засела злость он стал мечтать отомстить своим отбитчикам в школе кто над ним издевался в школе. Он стал изучать черную магию практиковать выход из тела демоны демоны обучали давали всякие задания и в этот момент мать поняла что с ним что-то не так и стала за него молиться и он говорит что когда она молилась за меня я физически это чувствовал у меня как жгло внутри все в 14 лет ему дали дар через рукопожатие он узнавал как и когда человек умрет и он говорил им об этом и люди которые верили наистина так и умирали но были те кто не верил и все было хорошо сила веры опять же в 15 лет он чуть не сошел с ума от этого дара проклятия потом ему дали дар призывать дух суицида на людей и к 16 годам уже все в школе его боялись и когда был на 16 все учили что это ему страх валют него потому что он постоянно какие-то проклятия шептал и он говорит что с ними было легко потому что они были неверующие но но вот с верующими было сложнее и тех кто был един с Иисусом сатана запрещал трогать и когда он впервые пошел против Божьего Дитя он чуть сам не умер и когато той трогнал срещу Божи Божия дете той сам счал да умре потому что порча которую наводил на верующего она не повредила ему а вернулась на Тимура и по окончании школы все обидчики Тимура в школе были мертвы и когато той завершил училище всички хора които са убеждали са били мертвы вече и вот он рассказывает такое что когда они с бесами делали рейд по городу то дома христиан сразу было видно у него кстати была способность видеть и духовный и физический мир одновременно и он говорил что слабые христиане которые находятся в грехе то есть те которые верят в Иисуса но еще грешат их дома были отмечены красным цветом да и духи знали что туда можно войти а в сильных домах истинных христиан они были отмечены огнем то есть весь дом состоял из огня и они туда войти не могли и дьявол им запрещал туда входить вот дальше интересная информация больше всего они атаковали новообращенных христиан то есть они пытались их сломить и отвлечь от Бога насылали сомнения мысли может я не туда куда-то попал может это обман секта у них была тактика как погрузить новообращенных в развлечения соцсети чтобы они Библию не читали и он говорит такую фразу что если бы все христиане работали сплоченно с Богом поклонялись только к Богу тогда тьмы бы уже не было на земле и он сказал такую фразу что сразу после покаяния и крещения человек уже обладает огромной силой потому что у него уже ДНК Бога мы иногда думаем что ой ну что я там только только но дело не в нас дело в Боге который силен и он через нас действует и им давали разные награды когда они атаковали христиан за новообращенных христиан дьявол им давал мирские блага деньги за христиане им давали физические материальные блага в за христиан которые с Богом но не совсем близки с ним давались разные духовные дары проклятия за сильных христиан которые еще сомневаются им давали войско целое и повышали ранги у них там ранги всякие есть он все это рассказывал и чем больше ранг тем больше силы и вот в том интервью ему задают вопрос как христианин мог защищаться то есть каких христиан не трогали никогда и он отвечает что когда постоянно в нем находился дух святой он говорит мы мы боялись трогать дух святого и никогда не трогали потому что мы знали что мы его не одолеем не только а что не страх и святая дух за что узнают что мы победим и как произошла момент что он от этих темных дел перешел на светлую сторону там была девушка в которой он влюбился но она была тоже ведьмой ну они там из одной тусовки вот и она умерла и он захотел ее вернуть к жизни и вызвал дьявола и говорит верни мне эту девушку ну дьявол он мастерски лжет потому что дьявол не может воскрешать людей это может только господь и поэтому он его обманул Тимура и и он сказал что за семь душ я одну верну и дя покажет человеку методис седем души что эти верны это не да вы извините что такие серьезные вещи вам говорю но меня это очень коснулось поэтому я хочу поделиться и у него был у этого Тимура был очаровывающий дух то есть он мог влюблять в себя людей да и он с этим духом влюбил в себя пять девушек и двое парней и потом они все покончили с собой эти семь человек и вот за эти семь душ он должен был дьявол обещал что воскресит эту девушку но он конечно этого не сделал и когда Тимур понял что его обманули он пришел к маме и рассказал ей все маме своей и она стала за него молиться вместе с Тимуром и конечно все темные братья стали пытались его атаковать вернуть но он говорит что Господь как-то сверхъестественно меня спрятал то есть просто темные братья не могли его найти и однажды во сне Тимур вышел из тела и дьявол его отправил на битву в духовном мире битва за души людей с ангелами и тут произошло то что они вообще не ожидали появился Иисус на коне и он просто сказал пойдите и мы все как горстка риса просто пали никто не смог слушаться и противиться слову Иисуса и что если бы они знали что Иисус придет на эту битву то никто бы не пошел на нее потому что они знали что Иисуса не победить и он проснулся в таком страхе после этого и пошел на улицу и он шел и чувствовал что как будто кто-то рядом он обернулся и увидел Иисуса Иисус прям рядом с ним шел и он так испугался потому что Иисус который только что одним словом уложил целый легион этих демонов и колдунов Иисус което с одной думе сказал на легион И он сначала подумал может это не Иисус может это дьявол меня обманывает И он говорит Господь это ты Иисус сказал да это я я пришел по молитве твоей матери и Тимур раскаялся во всех своих грехах прямо перед ним расплакался и и он говорит это было так легко каяться это просто само собой в присутствии Иисуса было Иисус ему сказал что не осуждает его даже за все дела которые Тимур делал против него и потом он пошел в церковь Нашел людей и проводили целых семь встреч за освобождение то есть изгоняли из него вот этих всех бесов которые были в нем семь встреч понадобилось единственное что послужило как бы пониманием что больше не надо встречаться что уже все как бы он заговорил на иных языках они изгоняли демонов изгоняли изгоняли и только в конце седьмой встречи он заговорил на ином языке и это было как бы знамение что все главная мысль вообще вот этой всей истории что если бы все христиане знали какой силой они уже обладают только потому что они верят в Иисуса то царство тьмы уже не было бы места на земле и почему десятилетний колдун часами молился дьяволу изучал черную магию практиковался часами выход из тела а мы христиане не можем найти время для молитвы не можем да намерим время за молитву и это действительно когда я услышала эту историю ну просто все перевернулось внутри что ну неужели какие-то дела важнее чем молитва молитвы чем то что господь заповедал нам делать и также исполнение конечно поручения Иисуса да потому что Иисус сказал идите и научите все народы у каждого у каждого из нас есть призыв от Бога идти и спасать этих людей потому что вот как этот колдун сказал с неверующими было легко порчу навел и все человека нет но у них тоже есть эта возможность обратиться к Иисусу и использовать эту силу для своей защиты для защиты своих родных но нужно чтобы кто-то им об этом сказал и на самом деле многие не знают из христиан какая в нас сила мы сомневаемся боимся страхуемся стесняемся ее использовать смущаемся а Иисус говорит я дал тебе эту силу я дал тебе эту власть делай люби твори сотворяй совершай то что я делал и даже больше того если здесь кто-то кто еще не крещен святым духом и не говорит на иных языках но хотел бы получить эту силу поднимите руку есть такие аллилуйя после служения останьтесь сразу вот после наше с хлебопреломление после этого останьтесь мы помолимся за вас останьтесь хорошо если вы смотрите может быть онлайн или по телевидению то напишите позвоните нам и мы тоже за вас помолимся и завершим молитвой слава тебе господь спасибо тебе за ту силу которую ты нам дал за ту власть церкви которую ты дал нам за то что господь ты берешь и ведешь нас и ты даешь нам смелость идти проповедовать евангелие говорить людям и спасать их от ада и показывать им что у них тоже есть эта возможность принять силу и быть под твоей защитой прикасайся господь к сердцам еще больше побуждай нас вставать на молитву помоги нам господь правильно расставить приоритеты и какие-то свои дела не ставить превыше молитвы но проводить с тобой время наполняться за этой силой познавать твою волю и идти совершать то что ты заповедал убери всякие твердыни всякую ложь открывай открывай истину своим детям господь благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа проговори в сердце каждому то что ты хочешь сказать чтобы никто не ушел прежний никуда не трыг не слышь те мы славим тебя господь молимся во имя Иисуса Христа и все вместе скажем аминь 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 аминь